Похоронили монахов с соблюдением всех православных традиций. Ковчеги опустили в склепы с северо-восточной стороны Успенского собора. Практически там же, где они и были обнаружены. До этого с найденными останками работали археологи, которые проводили процедуру идентификации. Это исследование включало в себя как возможную идентификацию, так и просто исследование на предмет определения антропологических характеристик человека. На самом деле археологи подняли с земли останки 30 человек. Но часть склепов была сильно разрушена, и от некоторых остались лишь небольшие части скелета, которые специалисты не смогли идентифицировать. Примерное время жизни монахов – 19-й, начало 20-го века. Большинство из них были облучены, остались остатки монашеских одеяний, остатки лествиц, чёток специфических. Кроме всего прочего, удалось определить, что они в основном были довольно пожилые. Ритуальную службу по перезахоронению останков братьев Саровского монастыря возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Также в обряде погребений приняли участие священнослужители различных епархий, прихожане и воспитанники православной гимназии. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.